Музыка Музыка Всем-всем привет! Привет! Сегодня 23 число, пятница. Смотрите, какие у нас сугробы. Вот я вам покажу. Видите, до окон. Всё замело. Сегодня метель была целый день. Это третий уже день, девчонки. Мы не выходили, ничего не чистили. Но это бесполезный труд. Вот здесь вот, видите, рядом с баком. Вот высота какая. Но здесь эту сторону ещё продувало. Что немножко так... Вон, птицы бедные летают. Им тоже холодно. Вчера, бедненькие, вот сюда под крышу залетали. Залетали мне эти птицы. Думаю, господи, и спрятаться-то им некуда от этой пурги. Прям пурга. Пурга. Девчата, вон, видите, птичка села на забор. Вот она. О, бедная и несчастная. Ну, они же тоже мёрзнут. Они мёрзнут сейчас. О, чё-то она села, не взлетает. Замерзает, что ли? О, господи, хоть ползи по снегу туда. Ну, взлетай, взлетай. Вообще. Ну, господи, хоть бы не замёрзнет. Нет, вроде бы терпыхается. Ну, не вижу, взлетит или не взлетит. Да. Холодно, холодно. И вот это вот... Здесь, смотрите, девчонки, у меня вот окна. Кошки мои дома сидят. Вот тропа наша, она вся заметена. Вообще заметена. Я вам так покажу. Вот, видите, снегу сколько. Вот, всё в снегу. Всё в снегу. Даже сидушка, видите, до высоты сидушки всё в снегу. Абсолютно. Закрываю окно. Вообще хорошо Вера пошла сегодня на каникулы. Смотрела, открывала наш сайт. Транспорт коллапс полный. Ничего не успевают чистить дороги. Ну, у нас же эти, сопки, девчата. Вот там вот транспорт идёт. Вот по дорожке. Вот там вот. Но мало очень. Личники-то, наверное, никто не выезжал, у кого ума хватило не выезжать в такую погоду. А автобусов очень мало. Я знаю, что писали на луговое столпотворение народа. Электрички битком идут. А вчера я тоже понервничала сильно-сильно. Вера была на занятиях. После занятий я взяла сдуру. Вот написала ей, что надо вообще на почте забрать, там судебное письмо пришло. Но я не думала, что она догадается поехать в пургу на почту. А она поехала, девочки. Поехала после пяти часов. И домой она добралась в полдевятого вечера. Пока она добралась, я думала, я 33 раза посидею, облысею и с ума сойду. Такая пурга разыгралась. Думаю, ну всё, сейчас автобус оттуда уйдёт. Там плохо автобусы ходят с того района. И всё. И как мой ребёнок будет добираться, не понять. И в гору. В гору она шла по пояс в снегу. Представляете? Ещё и бойлер полетел. Бойлер вот это Азу, там или Асу? Азу. Предохранитель. Он выбивает бойлер. Это вот когда двигали бочку. И там ржавчина, видать, забилась. Забилась ржавчина. Я вызывала мастера, но меня записали. Телефон, говорит, мастер с вами созвонится и придёт. Но это только после бурана. В общем, хорошо, что наверху маленький ещё бойлер у нас на полтора, на 15 литров. Ну, получается, полтора как бы ведра, да, горячей воды. Там можно и голову помыть, и обмыться, и посуду помыть. Это всё в норме. А вот внизу бойлер, который обеспечивает кухню и душевую, он выключен. Выключила. Но ещё с него течёт ещё тёплая вода. Ещё он не остыл, девчата. Он же как термос держит горячую воду. Сейчас пойду посмотрю. Я там печку затопила. И налила себе вот кофе. Буду кофе пить. Включила YouTube. Хочу пряжу перемотать. Сейчас печку посмотрим. И я с вами уже поболтаю и расскажу. Девчата, печку под вечер уже затопила. Видите, какие у меня тут дрова. Думаю, протоплю. И вам покажу сейчас тот двор. Как там всё занесло. О, видите, вовремя мы пришли. Сейчас подложим. Вот такие вот прям чурки. Думаю, они прогорят и будет тепло. Когда топлю печку углём, раз через раз всё равно топлю дровами. Дрова пробивают дымоход. В общем, вот это всё, оно пролетает. Ну вот, видите, кинула. Пусть потихонечку горит. Гори-гори ясно. Чтобы не погасло, да? Вот. А я вам сейчас с окошка покажу, что там творится. От печки идёт тепло. О, тепло, так хорошо. Вообще люблю печку. Смотрите, вот двор. Улицы все наши заметены. Мы теперь отрезаны полностью. К нам ни одна машина не поднимется, не придёт. Вот туда, вот зелёненькое торчит. Это дрова напиленные, накрытые. А мне надо туда завтра пробиваться. Вот здесь уголь, сарай. Вот, вот крыша. И там дровяник. В общем, завтра не знаю, как мы будем чистить. Сегодня, я говорю, не пойдём, потому что в Южило вот только-только остановилось всё. Может быть, прекратится уже. То завтра оденемся потеплее. И пойдём. Пойдём, где утопчем, где протопчем, где будем откидывать потихоньку. Нам главное вот до сарая дойти, чтобы уголь там, дрова брать, да. Калитку даже откапывать там не будем, ту сторону. К нам никто не приедет. И нужно будет ту сторону, тропу, тропу с того окна, с зала я сейчас вам покажу. Там главное пробиться. Вот мои гераньки, видите, так и цветут. И с улицы занесла с коридора эти цветы. И вот как маркиз объел, так этот цветок больше не цветёт. Не знаю, почему. Вот что-то такое в нём не хватает. Ну, а здесь на кухне вот тоже мой цветочек зацветает. Вот они, красавцы. Смотрите, велосипедик вон, только ручка торчит. И вот там наша калитка. Всё здесь, сугробы сильные. Вот здесь намело. Муська сегодня выбегала вон туда, в туалет. Я её еле-еле дозвалась потом. Ветер был сильный, девочки. Сильно-сильно ветер был. А я ещё думаю, господи. Еле дверь открыла на улицу. Дверь не открывалась. Я её открыла, тёплый воздух, хапнула дверь и прикрылась. Муська на улице. Я потом еле дверь открыла сверху. Она как прикипела прям к самой этой, ну, к закрывашке-то. Кошмар. Думаю, ну всё, Муся моя останется во дворе. Но нет. Сейчас ещё сто в окошечко. Посмотрите, сколько снега навалило. Такой зимы давно не было. Чтобы резко так задуло, такой снегопад прошёл. И плюс мороз. Вот, девочки, с зала. Вот там у меня бочка стоит. Вот где душ летний. И вот бочка. Я туда залу всыпаю, в ту бочку. Ну и к ней сейчас не подобраться. Завтра самое главное. Качели замело. Вот эту тропу нам. Мы же сюда идём. Вот до тех домов надо всё будет протаптывать. А мы оденемся и кубарем покатимся. Да, Вера? Прям ляжем и этим, как колобок, катится-катится вниз. Вот так утопчется. А потом будем пробивать ногами. Потому что чистить, девочки, это просто нереально. У нас пластмассовая лопата сломалась. А железный, совковый, да они у меня вот там в душе стоят. Я не знаю, открою. Сейчас не открою. Да, открыть-то открою. Но ими тяжело чистить, железными лопатами. В общем, пойдёмте кофе попьём и поболтаем с вами. Вот так вот, девочки, топится печка. Я пью кофе. И думаю, сейчас мне надо перемотать два моточка пряжи. Я вязала палантин вот из такой вот пряжи. У меня ушло два с половиной мотка. И два с половиной у меня осталось. Пряжа, значит, Ангора, Лизе, Реал 40. Ну, её все, по-моему, знают. Я хочу срезать второй палантин. Вот. Сейчас перемотаю и свяжу. Вчера у меня был такой, говорю, тяжёлый день. Ну, нехороший. Кто со мной давно, тот помнит, что я ездила. Мы писали жалобу в прокуратуру везде. И мне позвонили, значит, с Артёмовской опеки. И вызвали его Артём. Приезжайте, Татьяна Викторовна. Видите, чё, с мотком. Снутри. Я никогда снутри не начинаю. Потому что может выпасть и запутать. И потом хана придёт всему мотку. Лучше вот сверху разматывать и в моточек. Сейчас буду разматывать. Ну, я ездила. Якобы придёт, значит, помощник прокурора. Хочет своими глазками посмотреть. Ну, это обман был. Сплошной обман. Пришла одна молодая женщина. Ну, может быть, ей там 30 с небольшим. Не больше. Ну, молодая, совсем молодая. Она пришла, фотографировала там. Ой, принесите акт. Надо было мне не носить им акт, который из ЦЭСКИ. Я им принесла этот акт. Она, значит, там всё позаписывала. Я ещё ей говорю, посмотрите, вот что в кухне. В общем коридоре это бывшее общежитие. Кухни нету. Ну, значит, комнаты отдыха нету. В туалете, говорю, заснимите, что раковины нету. В коридорчике там взнуть негде, честное слово. Вот, ну, расстояние. Я всё засняла тоже и на видео, и на фото. У меня всё это есть. Вот, ну, она говорит, ну, меня вот послали, я вот сейчас отфотографирую, и, значит, всё это отдам, а уже они там будут, потому что там ещё какие-то были вопросы именно по вашей вот квартирке. И, мол, потом я говорю, вы мне акт пришлёте? Да, 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 пришлём. И прошло уже около двух недель, акта нет. Я один раз позвонила ей, говорю, где? Мы вышли, вышли. Я говорю, так, когда вышли, мне вот акт, мне, говорю, очень срочно нужен, так как мой адвокат поехала в Москву. Она вчера уже была на приёме в президентской администрации, администрации президента, неправильно сказала. Вот. Ой, господи. Ну, короче. Ой, мы потеряли вашу электронную почту. Я говорю, как это вы потеряли мою электронную почту? Я не могу, говорю, найти. Я поискала, поискала в интернете. Не могу найти ихнюю электронную почту, чтобы мне им написать, куда слать. Потом второй раз им звоню и говорю, слушайте, у вас столько наших документов. Ни один документ у нас вам отправлялся. Откройте любую, значит, бумажку, и там указана моя электронная почта. Да, 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 я вам сейчас, вот вчера кто-то тут запрашивал. И я вам сейчас отправлю. Так, мне надо вот эту, под эту большую какую-то чашку, чтобы она по полу не каталась. Сейчас, девчата, я найду, поставлю, буду мотать и с вами разговаривать. Хорошо, куча корзинок. Вот такую надо корзинку. А то я поставила вот такую, а с нее просто пряжа выпрыгивает моточек чужого лять. Катать, да? Ну, короче, она мне вчера высылает акт. Девочки, я зачитываю акт, и меня, вот знаете, как кипятком обливает. Вот просто обливает кипятком. Они, значит, пишут, что это плановый акт проверки, как сохраняет жилплощадь опекун подопечного ребенка. Как я сохраняю, я сохраняю как. Ну, просто вот смех разбирает, и все. А то, как бы, думаю, не знаете, как я ее сохраняю. Я за нее заплатила уже рыночную стоимость государству за эту конуру, и я ее сохраняю. А, и пишут, значит, мне, опека дает рекомендацию оформить. Я сейчас открою, так, и вам зачитаю прям. Я вчера была полна негодований, это позавчера, вернее. Сейчас, мои хорошие, я вам зачитаю. Вот, девчата, их акт я открыла, и пишут они. Я вообще в таком шоке. Вот знаете, бессовестные все же. Акт плановой проверки жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дата проверки 7 декабря. Титова Инна Александровна. Но она слетит с этой опеки. Ей там вообще не место. Старший специалист управления опеки попечительства. Молодая совсем. Значит, тут адрес указывается. Проверка жилого помещения, контроль за сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей. Или же, значит, собственниками, которые являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения. Ну, тут много-много этого пишут. Дальше идем. Распоряжение. Распоряжение опеки. Ну, и тут она пишет характеристика жилого помещения. Девочки, вы только вслушайтесь. Вот только вслушайтесь, что она тут пишет. Комната. Квартира. Квартира. Не комната. Квартира. Это первое. Технические характеристики жилого помещения. Квартира. Расположена в многоквартирном кирпичном доме. Система коридорная. С отсеками на четыре квартиры. Состояние жилого помещения удовлетворительное. Комната сухая, светлая. Стены оклеены обоями. Потолок окрашен. Полы покрыты линолеумом. Имеются виды потеков на потолке. Линолеум самый дешевый. Картонный. Постелили на ГВЛ. ГВЛ все заслано, заблеванное. Вот такое вздутое. Его просто прикрыли. Дальше она пишет, значит. Комната расположена на втором этаже пятиэтажного дома. Общей площадью двенадцати семь. Помещение, туалет и душевая комната. Общего пользования на две комнаты. То квартира, то комната. Какие две комнаты? Рядом сосед, у него квартира из двух комнат. Объединена в квартиру. Она приватизированная. Это не комнаты, а квартира. Отдельная от нас квартира. Но факт тот, что указывает на наше жилое помещение. То квартира, то комната. Дальше, значит. В комнате централизованное отопление. По квартирной разводке внутри домов. Система водоснабжения и водоотведения отсутствует. Но она не пишет в то же время, где питьевая вода и где слив. Она об этом не пишет. Об этом вообще не упоминается. Но это не она пишет. Они там совещались эти две недели. Как это обстряпать этот акт и отчитаться перед прокуратурой, что там все условия очень даже хорошие. Так, дальше, значит, тут идет санитарно-техническое состояние. При визуальном осмотре заметны следы потеков на потолке над входной дверью. Около входной двери внизу слева в стене имеется выдолбленная дыра. Требуется замена обоев и окрашивание потолка. Я вообще, я в таком шоке пребывала. Я вчера, я не выдержала, девочки, сейчас дальше расскажу. Так, значит, сделан запрос по оплате за коммунальные платежи. Ничего не пишут. Ну, нету долгов. Мы люди честные и порядочные. Платим ежемесячно. Все вовремя. Квитанция пришла, я как дура в этот же день оплачу. Надо было мы не проживаем и не платить. Она не работает. Все, до свидос. Вот так надо было делать. Дополнительные, значит, сведения. В жилом помещении в настоящее время никто не проживает и не зарегистрирован. Рекомендации законному представителю подопечного. Внимание, девочки. Вот тут, вот знаете, ушат получила холодного душа. Какую мне рекомендацию дает наша опека. Не Владивостокская, а Артемовская. Рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности проведения в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 07.12.12. года номер такой-то об утверждении порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. То есть они решили меня, что я куплюсь на какую-то там компенсацию денежную и от них отстану, получу компенсацию, обрадуюсь. Миллион мне дали. Две тысячи выделит государство, чтобы я поклеила новые обои и туда заселила ребенка. Девочки, ну это вообще. И дают заключение. В жилом помещении проживание возможно после проведения текущего ремонта. Вы представляете? Я это так переслала своей адвокату. Адвокат тоже в шоке. Вчера Вера ездила. Хотя они взяли у меня акт с СЭСКИ, с РАИСПотребнадзора, Владивостокский акт, который фигурировал в суде. Да что такое? И суд я выиграла. Ой, сейчас, девчата, першение идет во рту. Суд-то мы выиграли. Вчера решение суда мне пришло. Девятого января вступит в законную силу суд, решение суда. И они, естественно, будут подавать на краевой суд, будут обжаловать решение суда. Это пройдет еще месяца-полтора. Тянут вопрос. Ну, я Тане это все сбросила. Таня-то уже в Москве. И Таня мне пишет. Не пришел ответ с прокуратуры. Мы подавали в прокуратуру краевую, Приморского края, жалобу на... Да что ж такое? На прокуратуру города Артема. Ответа еще нет. Вот они этот акт отправили, как она мне сказала, в прокуратуру. Вам и в прокуратуру. То есть они отчитались, что там надо, пусть придет, напишет заявление. Мы ей выделим сумму. Три копейки. И пусть ее ребенок там мучается всю жизнь, до конца смерти. Вот в этой конуре. Ну, мне прям просто вот смешно. Хорошо. Сейчас, девчата, я прокашляюсь. Девчата, я вот вчера хожу по дому, да, у меня вот эта вот вся вот каша. Возмущение через край кипит. Вот просто выливается с меня. И хожу и думаю. Боже, насколько надо быть подлым человеком, приходить с комиссией или без комиссии, там, или вот один на один, вот когда смотришь человеку в глаза, да, и говорить одно. И когда ты приходишь в свой кабинет несчастный и так бояться, что ты там напишешь правду, писать ахинею. Это вот, вы знаете, я ходила, ходила. Но у меня не тот характер, чтобы я, знаете, вот так вот это все спустила спустя рукава. Нет. Нет. Я сама себе сказала, я позвоню, я сейчас позвоню. Я утром позвонила, не дозвонилась до опеки. А после обеда, в два часа у них обед заканчивается, думаю, дай-ка, мои дорогие, я вам позвоню. Снова звоню. Она поднимает трубочку. Наверное, мой телефон уже там засветился, так сказать. Поднимает трубочку. Алло, алло. Я говорю, я получила ваш акт. И у меня только единственный вопрос. Вам хорошо спиться? Вы спите как себя чувствуете? Комфортно? Ну, а что такое? Я говорю, как что такое? Ну, как что такое? Вы приходите, говорите одно, что да-да, тут жить невозможно. Как тут можно? С унитаза воду должен ребенок пить. В унитазе он должен умыться. В унитазе он должен покакать. В унитазе он должен посуду помыть. Это что за абсурд? Нету воды питьевой, воды крана нигде нет. Слива нигде нет. Ладно, там в унитаз ведро это. А куда ведро даже поставить? Вы, говорю, определитесь. То квартира, то, говорю, комната. Если это квартира, то изучите жилищный кодекс. Квартира это отдельное обособленное помещение, в котором вот заходишь за дверь, переступаешь дверь квартиры, и в квартире должно быть прихожая, туалет, ванна, кухня и жилая площадь. Там одна комната, две или три или четыре. Вот это квартира. Коммуналка это, как вы там пишите, на две комнаты. Это считается коммуналкой. Если две комнаты и общий туалет душевая. Это коммуналка. Но у нас нету коммуналки. У соседа квартира. У нас тоже пишут. То комната, то квартира. Это еще одно судебное разбирательство. Какой статус у нашей комнаты? То ли комната, то ли квартира. Если квартира, то извините, где мой туалет, где моя душевая, где моя кухня, где моя прихожая, чтобы это была квартира. Где она? Если это комната, значит не пишите, значит пишите, что это комната, в которой ничего нет. Абсолютно. То, что за пределами комнаты, это к нам не относится. Девочки, она слушала меня, слушала. Я говорю, у вас собственные дети есть? У меня нет детей, я говорю, и не будет. И вам вообще, я говорю, работать в опеке, вот ни по каким критериям нельзя. Вы должны этих детей опекать. Вы должны бороться за них. Я говорю, ее не рожала. Я борюсь, хожу, рву когти, вот эти вот, грызу асфальт уже 4 года. А вы что творите? Вы что творите? Вы топите этих детей, вы их губите. А ваша святая обязанность им помогать. Сейчас, говорю, узнаю, где дети получают у вас, какие площадят. А я знаю, что они получают. Они получают коридорный тип по 12 квадратов. Вот. Я говорю, сейчас интернет, сейчас не страшно. Сейчас кинул клич в том же ВКонтакте, в том же Инстаграме. И дети откликнутся, у кого проблемы такие же. И все. Это что такое, говорю? Вы что себе позволяете? И вы, говорю, подлизываете одно место, райсполкому она. Не будем переходить на личности. Я говорю, вы, вот у меня нету слов. И я уже с вами спокойно, говорю, разговаривать не могу. И других названий, эпитетов я вам дать не могу. Это не по-людски, не по-совести. Вы пришли на эту должность, вы выучились, вы пошли работать. Для чего? Для чего? А прийти, жопу свою посадить в кресло, отсидеть, получить зарплату и уйти, что ли? В конце-то концов, девочки, я так орала на нее, вы знаете, она хоть бы слово в ответ сказала. Она стояла там, видать, слюной своей давилась. Ну а почему? Потому что ей сказать в ответ, ну нечего. Я говорю, вот так, мои дорогие. Я говорю, когда вы ко мне пришли написать этот акт, проверить условия нашей жизни, вы в курсе, что ребенок живет в шести лет со мной, прописан в шести лет у меня. Я ее прописывала на пять лет, потом на десять лет, ну там она меньше у меня. До получения паспорта она была прописана временно. Потом я ее оттуда выписала и прописала постоянно. Но от постоянной прописки она не стала владелицей здесь или хозяйкой. Она не имеет своего жилья. Я говорю, вы прекрасно это знаете. Зачем так делаете? Зачем? Вы видели, что нету того-того другого, вы это не отражаете в акте. А пишете, вы что меня решили купить, чтобы я пошла, написала заявление на какую-то единовременную помощь. Денежную. На рубль ваш я не продаюсь. Я не продаюсь. Но еще предупредила ее, говорю, райисполком предоставлял в суд за ложно-подделанный акт. Заведомо за ложный, ложный акт. Подделанный. Но это, говорю, подлог документов. Это преступление. А преступление несет за собой наказание. Они, говорю, вот наказаны за это. Они в суд не приехали последний раз вынести решение без нас. Ввиду загруженности судебных процессов. Бедненькие, загрузились. Всегда ходили на процессы. А тут они вдруг так загрузились, что не могли прийти на процесс. Девочки, я пойду печку гляну. И да расскажу, чтобы у меня там не прогорело. В общем, я ей сказала, что, говорю, сейчас будем писать жалобу на прокуратуру Артемовскую и на опеку. Вы, говорю, туда же подпали. И будете отвечать. Пусть вас проверят, какие вы даете акты детям-сиротам и в какое жилье вы их заселяете. Она с девчаток хоть бы слово мне сказала. Вот хоть бы одно слово сказала. Сказать нечего. Ну, может быть, думаю, может быть, совесть. Я говорю, вы вообще спите как? Как вы спите? Спокойно? Совесть ваша чистая? Вы уже извалялись, молодая. Только пришла работать, а уже извалялась. Вот в этом вот. Это что такое? Жаполизы. Жаполизы этого райсполкома. По-другому я не скажу. И держали они этот акт. Они думали, как же его написать. Как же его написать? Ну, как можно? Да хоть как вы пишите. У меня другой акт, где... Я ей говорю. Вы же читали акт? Где русским языком, черным по белому написано. Это не просто тетя Валя там или баба Зина пришла. Это пришла организация и написала акт. СЭС. Независимая от Артема. Независимая. Они пришли с приборами, все замерили, все записали. И все написали. И написали, что она не соответствует жилью. Я вообще в шоке. Девочки, вот вы знаете, уже нету слов. Вот, но нету слов. Думаю, господи, это вот все так... Вот я представляю, вот я представляю, это есть я у Веры, я хожу. Я хожу, бьюсь, бьюсь, бьюсь. Вот сейчас сделали, оформляли доверенность от Вероного уже имени для Татьяны. Делали доверенность на три года. В феврале пойдем делать доверенность на меня, потому что суды еще предстоят. Будут, будут еще суды. Может быть, даже и не один суд. Вот. А ходить придется мне. Верка учится. И что бы мой ребенок ходил? Она, во-первых, не сможет с ними бороться. Я представляю, как выходят дети с детских домов. Или кто-то там... Вот мне написала одна женщина, что девочка была под опекой у директора колледжа. И ей выделили общежитие. Она пойдет жить в общежитие. Директор колледжа сказал, а, мол, квартиру ей не дадут. Это что за опекун? Это что за опекун? Извините. А как это? Ты зачем брала этого ребенка под опеку? Для того, чтобы ее сунуть потом вот в это общежитие и с плеч долой, что ли? Я вот этого не могу понять. Если ты взял ребенка под опеку, доведи, будь добра, до ума этого дитя. Обеспечь ты ее тем, чем государство ей должно дать. Она по закону должна получить квартиру. Многие писали, ну, ваш большой дом, зачем же вам? Мало что у меня. Это у меня. Это не у нее, а у меня. А у нее должна быть своя жилплощадь, в которой она должна жить спокойно и знать, что это ее. И никто, никто в жизни не придет и не скажет ей, ну-ка встала и вышла. Вот и все. Государство наше Путин закон издал сам для сирот обеспечить жильем. Будьте добры, будьте любезны. Девочки, это вообще... Ну, знаете, я так скажу. Ветер дует на меня. Он меня только закаляет. Придает мне больше-больше сил. Видите, я что делаю? Сматываю, сматываю. Вот он внутри был, который хвостик, он выпадает. Мне не надо, чтобы были комочки. Надо, чтобы было аккуратненько. Моточек. Это я буду вязать палантин. То, что я вязала палантин, его у меня уже нету. Он уже полетел к хозяйке. А еще один мне очень понравился тот. Я его показывала, по-моему, девчата. Показывала. Он такой широкий и большой получился. Ну, красавчик. И очень-очень... Такой мягенький, легенький и тепленький. Хочу еще. Связать. Вот пока что-то хочется, да, буду вязать. Я вот сейчас связала три свитера. Шапку. Пока большие ритузы хотела себе связать. Я посмотрю, может быть, с этой... Сангоры серой себе связать ритузы. Вот сейчас зима, да, чтобы вышел во двор, потом уже снегу и не замерзнуть. Вот, видите, ровненькая. А моталочка самая обычная моя. Вот она. Вот. Самая обычная китайческая моталка. Но она очень классная. Вот такие вот, девочки, дела. Я орала, как потерпевшая. Может, кто-то сейчас скажет, Таня, ты не права, так нельзя. С ними по-другому нельзя. Я была хорошей, пушистой, мягкой, доброжелательной всегда по отношению к ним. Но раз они поступают так, то их надо брать вот так вот, за шкирятник, и вот так трясти. Просто трясти. Вот понимаете? Невозможно. Невозможно. Пусть их проверяют. Таня была на приеме вчера с моими документами, со всеми. Все документы посмотрели и сказали, что нашим делом будут разбираться. Ответы еще. Жду ответ прокуратуры с краевой. Придет. Два мотка я их перемотаю. У меня получится два с половиной моточка, девчата. Здесь, значит, сколько? 430 метров. Ну, пряжа... Может быть, знаете, уйдет у меня моточек, полтора, может быть, моточка уйдет на палантинчик. Я его не буду делать такой сильно большущий. А один моточек, может быть, свяжу шапочку. Ну, она прям ну, вот классная, да? Очень хорошая. Мягкая. Для меня вообще не колкая, девчата. Не колкая. Дочке вчера говорю, Наташа про тот первый свитер. Она говорит, мама, я не ношу же под горло. Я говорю, ну, хорошо. Значит, я его тоже продам, поставлю на продажу. Которые из Сангорки и Мериноса, девчата. Ну, возможно, завтра посмотрим погоду. Посмотрим погоду, как будет у нас. Если вот прекратится все, значит, мы выспимся и пойдем с Верой пробивать дороги. Дороги, а то мы же отрезаны. Вообще кошмар один. Просто, девчата, кошмар. Вот. И потом я сниму. У меня вот лежат все на тумбочке вещи, которые у меня в наличии. То, что уйдет на продажу. Я отсниму видео. Вот так вот, девочки. Ставьте лайки под этим видео. Чем больше будет лайков, чем больше будет комментариев, тем больше народ узнает. Пусть продвинется это видео. А сегодня вот мы с Верой опять же не написали. Я напишу ВКонтакт пост и обращусь именно к детям-сиротам города Артема. Хотя, Вера говорит, они сейчас ВКонтакте мало сидят. Я говорю, где они сидят? Ну, в телеграммах. Я говорю, ой, я там не знаю. Ну, в принципе, попытка не пытка. Вот. Я знаю одно, я знаю одно, что суд на нашей стороне, закон есть закон, по закону ей положена квартира. Судья при мне в зале суда сказал райисполковку. Что, говорит, как вы там работаете? Почему вы закон подстраиваете под себя? Не работаете по закону, а под себя его двигаете. Этому ребенку вы обязаны дать квартиру. Вот. Ну, не знаю, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Но будем бороться до конца, девчата. От этого не уйти. Я человек упор, как сказать, упертый на нет, как баран. Меня тяжело сдвинуть с места. Вот знаете, я уже не раз говорила, если кто-то что-то делает, я это делать не буду. Но если меня вот так останавливают, да не коди, вот мы тебя гоняем по кругу, у тебя силы кончатся, надоест ходить и ты бросишь. Я не брошу. Я наоборот буду ходить и буду везде писать, буду жаловаться. Это что такое? Мы уже дошли до Москвы. Уже вот эти все низшие ступени мы прошли. Теперь пусть занимается имя Москва. И вот когда полетят эти шапки в райисполкоме и в опеке, они тогда вспомнят меня. Почему? Ну нельзя так делать. Нельзя. Вы не работаете дворником. Вы пришли в такую организацию. Вас в райисполкоме их избирал народ. Они должны служить народу. Не для себя, а для народа делать что-то. А у нас получается. Я говорю, вы там все, говорю, одной веревкой связаны. Все. Рука руку моет. Вот слава Богу, что мы судимся не в Артеме, а во Владивостоке. Что наш суд от них не зависит. Вот что. Ну все будет хорошо, девчата. Я в этом уверена на сто процентов. И что правда она за нами, закон за нами. И все будет по закону. вермая будет обеспечена жильем. По любому. По другому даже я даже мысли этой не допускаю. Просто напросто. В общем, я, девочки, буду сейчас мотать мою пряжу. Она пушистенькая, мягкая, вообще классная. И потом сяду, повяжу. Сейчас смонтирую вот это вот видео, выпущу. Ой, а завтра, завтра пойдем на улицу. Если смогу что-то завтра снять на улице, то сниму. Ну, почему так говорю, потому что Вера вчера шла, я звоню, телефон говорит, телефон временно не обслуживается. Думаю, боже, что случилось? У мамы сразу паника в голове. Что случилось? Автобус не ходит. Вот автобус если ушел, она опоздала на него. Это даже она будет идти пешком. Это представляете? Там военная часть, и вверх высокая-высокая такая лестница, там наша почта, где морская пехота. Это вообще там кошмар. Но идти очень далеко, очень далеко. Хотя немного остановок, но это идти прилично, да еще и снегопад. Представляете? Пол девятого пришел мой ребенок весь в снегу. Боже мой, я говорю, слава Богу, что ты дома. Вера, говорю, включай мозги, ты куда поехала? Ну, надо же было письмо получить, но она очень исполнительная и переживательная. Вот ее что-то попроще, она расшибется, она тоже сделает это. Я говорю, Вера, ну ты же видела погоду, пурга, началась пурга. Ну, мама тебе скинула на телефон, если бы ты закончила в два часа учиться, да, и поехала, это другой сказ. Ну, вы закончили в пять, рванул, и она к семи, это два часа ехала, тут, господи, ехать десять минут, она два часа в автобусе переполненном намаялась там, и потом оттуда еще два с половиной часа ехала, бедная моя Вера. Это ужас, девочки, просто ужас. Ладно, девчата, душу вам излила, потому что у меня вчера, вот вчера колокотала, думаю, мне надо высказаться, выплеснуть вот это все, это невыносимо, девчата, вот честно, невыносимо, это настолько вот противно, когда человек приходит, тем более официальное лицо, и говорит, ой, да, 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 тут же невозможно, как же здесь можно жить, ой, да, и то, ой, и воды-то нет, ой, и того нет, и тут же этот же человек пишет, что после косметического, заметьте, ремонта, можно, проживание возможно, да чтоб ты провалилась, честное слово, и чтоб тебе, не знаю, что, пронесло бы так недельку, чтоб ты дальше, чем видишь, побегала, вот честное слово, я им, я вчера, я вчера открыто говорила с ними, в трубку, вот открыто, и говорю, вы не боитесь проклятий, сколько вам проклятий в спину люди так вот шлют, вас же проклянут, вас проклянут те же детки, это что такое, вы почему такое себе позволяете, вы почему боитесь вышестоящее начальство, это что такое, а, вы что, а вам завтра скажут, иди ее зарежь или пристрелить, ты пойдешь исполнять, что ли, да это что такое, я так возмущалась, девочки, моему возмущению не было предела, вот, ну, не было предела, слышу там одна, говорит, отошлите ее в райисполком, ну, типа того, пусть разбирается с райисполком, а причем райисполком, когда вы, вы даете так-то, а вы его состыковали, и как написать, с райисполкома, то квартира, то комната, ой, боже мой, ну, ничего, ничего, это будут суды, судебные издержки, пусть платят за каждый суд, будут наказываться, и вот проверочка будет, как и что, как они пишут, какие они акты дают, это вообще девчата, я вот, знаете, у меня адвокат говорит, что ни в одной точке нашей страны так не работают власти, ни в одном, ни в одной области на Западе, чтобы такое было, такого нету, у нас Приморский край, он, знаете, как, ну, что вы, мы же далеко от Москвы, здесь, как каждый царек, вот этот, вот, прыщ на коленке, ставит из себя непонятно чего и кого, понимаете, и думает, что он недосягаемый, и ему все возможно, я вот не боюсь, это говорю, и я в лицо говорила, и в райисполкоме говорила, а он смотрит на меня своими глазками бессовестными, и говорит, у вас же есть адвокат, идите и судитесь, я говорю, а вы что думали, конечно, буду судиться, конечно, это вообще, девочки, я не знаю, я не знаю, а потом говорят, за что мне, за что я заболел, за что у меня случилось вот так и так в семье, вот за то, за то, за ваши поганые действия в жизни будут отвечать дети ваши и следующие поколения, об этом не задумаемся, я вообще не знаю, я не знаю, но вот эта девушка, я ей все высказала, я, у меня все же вчера затеплилась такая мысль, чуть-чуть в голове, думаю, может быть, хотя бы она, вот она еще молоденькая, совсем непрожженная, человек такой, может быть, она хотя бы поймет, что так жить-то нельзя, ну, нельзя так жить, на лжи жизнь не построить, и вот на вот этих вот, я не знаю, затмили глаза, чем, какие шоры на глазах, ты видишь одно белое, а пишешь черное, или наоборот, видишь черноту, а пишешь белое, ну, конца-то концов, как веревочка, сколько ни веся, ей конец приходит, и правду, это шило в мешке, ты не утаишь, она все равно вылезет наружу, если человек, вы видите, упертый, ходит по судам, суды выигрывает, боже мой, и говорю, мне от вас ничего не надо, абсолютно от вашего Артема, он мне даром не обосрался, вот даром, уже вот, понимаете, уже мне слов нету, и та-то конура не нужна, заберите ее, заберите, вот, нам будет давать квартиру Владивосток, но не Артем, и что выкобениваться, я не понимаю, понимаете, что они боятся, претендент, боятся, если сейчас я сломаю эту систему, если я сейчас получу квартиру ребенку, то другие детки, сироты такие же, пойдут в суд, хотя я знаю там, с другого вот крыла, где там другой туалет, вот этот отсек, тоже на втором этаже, там жила девочка Настя, я с ней знакомилась, у нее уже ребенок в первый класс девочке пошел, и она судилась, тоже через суд, добилась себе квартиры, но ей опека, опять же, вот это вот была конура, только побольше, чем верно, в другом крыле, верно, вот сюда, а это вот сюда, как бы комнатка, ей дали сертификат, и она говорит, тогда при мне прям, была Татьяна Васильевна, с опеки, и вот эта Настя, она ей говорила, что там у тебя, как там, она говорит, я получила сертификат, уже этот риэлтор занимается, квартиру уже оформляют, ну, что она купит на этот сертификат, девочки, что она может на него купить, халупу, опять же, халупу, хотя, по закону, ей положена хорошая квартира, понимаете, что делают, вот так вот, вот так мы живем, поэтому, я так скажу, нас бьют, а мы крепчаем, и мы выстоим эту битву, обязательно, девочки, видео получилось большое, немножко, как бы такое, но, зато по-честному, и от души, вот, и все, больше ничего не говорю, дальнейшие действия, что дальше, как будут развиваться все события, я обязательно буду говорить, обязательно, и большая-большая просьба, кто посмотрит это видео, поставьте пальчик, нравится оно вам, не нравится вам, поставьте пальчик вверх, или дизлайк вниз, все равно, лишь бы оно продвинулось, и немножечко, люди меня услышали, вот, надежда на это, огромная надежда, я вязала носок, ну, а большой носок, и что-то мне вот тут вот, не понравилось, грубовато, я распущу, видите, с разных ниток, это кавказская двойка, тройка, это тоже тройка, вот это вот мне понравилось, на носке, грубо, я тройкой вязала плотностью, надо плотность сделать больше, чтобы она была такая рыхлая, поэтому это я распущу, и буду вязать заново, все, всем здоровья, доброты, человечности, нам всем-всем побольше, нужно любить людей, нужно уважать людей, и быть подобрее к людям, друг к другу, вот тогда, может быть, мир немножечко, немножечко, будет получше, и не будет этих волос, войны всяких катаклизмов, потому что агрессия идет от нас, она идет в атмосферу, и к нам же возвращается, вот как люди этого не поймут, я вот никак вот, до меня никак не доходит, то, что мы отдаем, то нам возвращается, милые мои, все будьте подобрее, понежнее, пожалуйста, по-человечнее, это, 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 это вот самое лучшее качество у человека, быть человеком, как бы он ни жил, богато ли, бедно ли, в хороших условиях, в плохих ли он условиях, он, вот, ну, не знаю, но он должен оставаться в любом положении, людьми должны, люди оставаться людьми, человеками, это самое главное, всем добра, с вами была ваша Татьяна, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,